Есть, готов на них отвечать? Денис Юрьевич, можно я начну? Можно? Если есть, наше городского округа. Если меня будет слышно, да? Уважаемые собравшиеся, мы будем работать в следующем режиме. Мы собрали вопросы жителей нашего городского округа и хотели бы сначала их задать. Никто не против меня, надеюсь. И будем работать в следующем режиме, потому что мы будем задавать вопрос Денису Юрьевичу и будем после ответа уже будут заданы на следующий вопрос. Никаких выкриков, ни перебиваний, ничего не должно быть. Согласен? Да. Хорошо. Если у вас есть на печатном виде, давайте я спущусь, да? Вы читаете, как плохо. Я отвечаю. Нормально, нормально. Немножко с другой последовательностью хотим. Ну да, посадить. Скажи, с какой я с такой начну? Ну да, с пункта третьего. Полигон Володич? Да. Земля рядом с полигоном Володичей. Будет ли расширение полигона Володичей? Я ответил на этот вопрос еще три месяца назад, что расширение полигона Володичей не планируется. Больше никакого расширения полигона Володичей не намечается и выделения дополнительных земельных участков не будет. Единственное, что было сделано для того, чтобы создать откосы, вы видели, да, откосы, которые не есть на сегодняшний день, было прирезано по два метра вокруг, для того, чтобы склоны откосов были вырваны. Их можно было спокойно отсыпать, чтобы земля не осыпалась. Никаких дальнейших прирезок по полигону Володичей не будет и не предполагается. Если у кого-то есть предложение по использованию данного земельного участка, он находится в промо-назначении, готовы выслушать любые и, соответственно, предоставить тем, кто готов его освоить. А что возможно? Земля в промо-назначении, ну, не знаю, теклицы поставить можно. Можно поставить в производство какое-то, складские помещения. Ну, то есть это все допустимо. Ну, предложение любое. Мы готовы эти земли передать инвестору, который готов запустить любое производство невредное, которое будет находиться рядом. Ну, производство, оно опять же будет обсуждаться и, соответственно, будем выносить, показывать то, что возможно будет сделать. Из какой-то там инфраструктуры по переработке, по отдельному там, спору ничего не будет? Нет, ничего не будет. То есть, или мы вот этого не будем? Этого ничего не будет. Ну, промышленного. Полигон Валович будет закрыт. Когда? Когда? Какой интересный. Как я говорил, крайний срок закрытия полигона Валовича – это третий квартал 2019 года. Возможно, быстрее. Когда точная дата закрытия будет, я ее прям публично озвучу. Вырубка леса с целью расширения полигона или строительства дороги. Я не готов ответить вопрос по вырубке леса. Муниципалитет не занимался никакой вырубкой леса и никакие предписания на вырубку леса не давал. Я готов задать этот вопрос, сделать обращение в комитет лесного хозяйства, что там вырубалось конкретно и в каком месте вырубалось. Просто нужно точно, где его вырубали. Но, со своей стороны, мы лес не выдавали предписания на вырубку леса. Только те насаждения, которые находятся в городской черке, в черке населенных пунктов. Все остальное – это комитет лесного хозяйства, который распоряжается лесными массивами. Никакого строительства дороги, строительство дороги точно не предусмотрено в том районе. И расширение полигона, еще раз говорю, точно не предусмотрено. А та дорога, которая должна была вести полигон Волович, в том, что вы говорили про это, как бы есть дороги, то, что вы ее должны построить. Что с ней, он будет заморожен или что-то? Он заморожен. На сегодняшний день он заморожен. Гарантии перевода земель вокруг Воловичей в назначение отличные от действующего. Мне надо прогарантировать, что они будут переведены в другое назначение? Они не будут. Нет, это как раз к тому вопросу, я так понимаю, что расширения полигона не будет. Действительно, там можно будет хоть, грубо говоря, парк какой-то построить. Ради бога. Расширения полигона не будет, земли не будут переведены. Еще раз говорю, и дополнительных средств на расширение полигона. Я почему сейчас ответственно вам заявляю? Потому что никто не вечен. Некоторые стараются, чтобы меня убрали, это нормальная история. Я просто говорю, я уйду, я гарантирую, что при мне этого не случится 100%. Но для того, чтобы это не случилось, найдите инвестора. Я готов поучаствовать в этом, выделить земельный участок, пусть он что-то построит. Включая то, что готов пролоббировать его интересы на уровне правительства. Поверьте мне, губернатор поддержит. Ну вот это я могу прогарантировать. Есть мастер Маргарита, там, вот, железное правило сказал, да, вы сколько живете, что-то далеко загадывает. Поэтому давайте вот жить отсюда, отталкиваться. Я готов помогать. Дегазаться на полигоне, будет ли установлен факел. По поводу дегазаться на полигоне. Любая рекультивация полигона, которая будет происходить, будет проводиться через общественное обсуждение. Факел, который сейчас предполагается, и проектно-изыскательские работы по нему же идут, да, он предусмотрен. То рекультивация, которая будет. Но никаких общественных слушаний мы по этому вопросу не проводили. Соответственно, вы, вот этот проект еще нигде не обсуждался, и ни с кем не обсуждался. Соответственно, он будет обсуждаться, и дальше будем это выносить. И тогда уже будем говорить о том, что там будет стоять, и как будет собираться дегазация. Ну, в сети же пишите, что воняет. Вопросы?